Добрый день, с вами Евгений Пиваров, канал на природе и сегодня мы поговорим про охотничьи ножи. Правда сразу говорю, что охотничьи ножи делятся на две группы. Номерные, которые надо вписывать в разрешение на оружие, и безномерные, которые формально холодным оружием не являются. Там заходит столько много нюансов различных, что там буквально чуть-чуть на миллиметр изменил от одного ножа, и получается, что один нож там чуть ли не нож спецназа, а второй чуть-чуть измененный, уже гражданское изделие для развилки хлеба. Поэтому тут граница весьма и весьма условная. Но конкретно сегодня я буду говорить, конечно, про безномерные ножи, про то, что может купить любой желающий турист, там, рыбак, вот, и то, что продается спокойно в магазине без лицензии. И тут так получилось, что недавно я сам себе выбирал нож, ну, мне подарили сертификат одной туристической компании подарочной, вот, а мне как равняно взрывал как раз момент покупки ножа. Почему? Ножи-то у меня много разных, там, ну, по крайней мере, пару таких серьезных нормальных и складных есть, там и складные разные есть варианты. Но дело в том, что нормальный, вот, туристический, там, или охотничий, не складной нож, вещь незаменимая в серьезных, там, походах, в экспедициях, а у меня на все мои ножи нет документов. То есть, либо они потеряны уже там 200 раз, и это старая модель, которая 20 лет, на которую сертификат сейчас там в интернете не найдешь, вот, либо это ручная работа частного мастера, который, в принципе, не имел никогда никаких документов. То есть, допустим, если я еду на машине, ну, это не критично. А если там на самолете какой-то полетел, то я такую ночь с собой уже не возьму. Поэтому настало время купить нож с официальным сертификатом, который можно транспортировать официально. И я столкнулся с выбором, выбрал, собственно говоря, забегая вперед, скажу, вот такой вот нож. Значит, это у нас мастер-гарант фирма, вот, достаточно, в принципе, из известной точки Ворсма, что из себя представляет, собственно говоря, нож. Ну, вот мы достали его из ножен. Значит, ножны, честно говоря, ну, так себе, из кожзаменителя, вот, не из натуральных материалов, но, бог себе, если на чем-то экономить, пускай лучше экономить на ножнах, а не на ноже. Нож, в принципе, изначально бюджетный, 2-300 он мне обошелся, этот нож. Для туристического ножа это, значит, небольшая цена. Значит, в принципе, приятный, значит, ножичек, по балансу чуть-чуть в сторону лезвия уходит, еле-еле заметно. Очень, так сказать, это улобно для данной конструкции. То есть, этот нож, ну, больше такой, чуть силовой. Толстая, значит, лезвие, прочная, нигде не гнется. Сталь 65 на 13, такая, ну, стандартная сталь. Написано, что ручная работа, я вначале сомневался, думаю, ну, че там ручная, думаю, в конце концов надо написать, там, в ручную, там, допустим, ручку законтурили, и все. И написали ручная работа. Однако, нет, я присмотрелся к клинку и понял, что это действительно нож ручной работы. Тут все дело в том, что не знаю, будет ли это видно на камеру или нет, но вот в местах, где имеется сковка лезвия, да, есть небольшая симметрия. Я вот не знаю, видно, не видно это вам там на камеру, трудно сказать, сможете ли вы это оценить. Вот, но вот в этом вот месте есть, как бы, действительно, чуть-чуть, небольшая симметрия, которая на станке бы, если бы это была, ну, отливка, обработка станочная, никогда бы не появилась. Это значит, нож и свитта делали вручную. Вот, ну, тут в данном случае речь идет о том, что ручная сборка хорошо тем, что это, в том числе, и ручной контроль качества, да, то есть, если какой-то брак на станке, это могут, автоматика, конвейер запустили, и все. А человек вручную это, конечно же, увидит и проконтролирует. И любая уважающаяся фирма, да, бракованные изделия из продажи изымет. Вот, собственно говоря, по этим ножам, кстати, отзывы есть разные. Кто-то прям в восторге, о-о-о, круто, вот, а кто-то ругает эти ножи. Сдается мне, что все дело, опять же, как обычно, бывает в правильных критериях выбора. Этот нож, действительно, выглядит целостно, добротно, и я думаю, что он веро и правдой мне послужит. Просто в том, что когда люди неправильно ставят критерии выбора, в итоге они получают не то, что им нужно. Ну, вот, поэтому я всегда, относительно любой вещи говорю, ребята, каждая вещь, независимо, это там машина, это удочка ли это, нож ли это, каждая вещь берется под свою задачу конкретную. Вот, и поэтому, когда вы правильно определили спектр задач, тогда вы можете подобрать ту вещь, которая вам действительно нужна. Когда вы этот спектр не определили, или определили с ошибками, вы не возьмете то, что вам действительно нужно. Поэтому, в данном случае, я хочу немножко рассказать о критериях вообще выбора. Охотничьих ножей, и о том, почему я вот для своих конкретно, для своих задач выбрал этот нож. Это не говорит о том, что этот нож хорош для любых задач. Для ваших может быть совершенно другой нож. Просто я сейчас пробую пройтись конкретно по задачам, которые ставил перед собой, покупая данное изделие. Как известно, существует несколько классификаций ножей. Прежде всего, по типу жесткости стали и удержания заточки. То есть, у нас есть стали очень твердые, которые действительно очень долго держат заточку, но у них есть обратная сторона медали, так сказать. Они, для того, чтобы их заточить, нормальные эти ножи, нужен нормальный заточильный станок и стационарные условия. В походе, там, обремень или там, камень на берегу, вы такой нож не заточите. Это точно. То есть, он долго держит достаточно заточку, но если он затупился, то, пожалуйста, оборудование стационарное для заточки. Иначе никак. Ну и второй минус этих ножей, он чуть меньше уже, это он не любит ударную нагрузку. Там, шкирите, там, ветку какую-то обдираете, случайно попали на камень на земле, можете обломать там кончик. Но это уже более частые случаи, вот, основное, это отношение к заточке. Есть другая крайность, когда очень мягкая сталь, она прекрасно на ремне вообще правится, чуть не до бритвенного состояния, но при этом и мгновенно практически тупится. Вот в данном случае этот нож, это промежуточный вариант. Это сталь где-то 56-57 по градации жесткости получается. Значит, что это такое? Это примерно средние показатели, но так, в народе считается, что она относительно мягкая, да? Ну, то есть, это позволяет ее затачивать действительно в походных условиях, действительно камень, ну, может, не за 2-3 движения, но позволяет заточить. Ну, и она относительно жесткая сталь, не так долго держит заточку. То есть, это нечто среднее. Почему я выбрал именно такой критерий? У меня разные есть ножи, в том числе есть нож там из жесткой стали. Он хорош на коротких выездах, действительно хорош. Но когда речь идет о том, что ты уезжаешь там на, допустим, 2 недели на сплав куда-то, или на месяц в экспедицию, то там уже, конечно, нож все равно потребует доводки и заточки, а сделать это невозможно. Соответственно, изделие, которое у нас имеет большую жесткость и долго держит заточку, оно менее универсальное. А я подбирал универсальный нож. То есть, он у меня единственный нож с документами, который я могу куда угодно взять. Значит, это универсальное изделие должно быть, которое так или иначе будет в любом случае работать. Понятно, что любое универсальное изделие, оно хуже, чем любое специализированное изделие. Но в данном случае специализированные у меня есть, вот это именно универсал. Значит, дальше, вкацательно, собственно говоря, заточки. В походе, действительно, да, заточил спокойно раз-раз об камень. Или мне вот как раз тоже презентовали вот такое вот устройство. Это компактная такая точилка там, да, комбинированная. Значит, про нее я тоже думаю, что когда будет опыт использования реальный, я про нее сниму как-нибудь обзор. Вот, пока что просто это в связке с этим ножом. Она компактная, взял с собой, проточил, сделал, как бы все. Быстенько подправил, там, как говорится, камни искать не надо. Я прекрасно знаю все плюсы и минусы таких вещей. Не надо мне сейчас в комментариях писать, что, как говорится, там неправильные борозы образуются на клинке и так далее. Я это все знаю. Вот, но беда в том, что в данном случае в походных условиях нормальную альтернативу мы все равно не найдем. Итак, с прочностью стали, с тем, сколько нож долго держит заточку, определились. Универсальный вариант должен иметь достаточную мягкость для доводки в полевых условиях. Вариант, который у вас на короткие вырезы до недели, да, там, наверное, обратная будет предпочтительнее. Более жесткая сталь, которую вы дома при наличии хорошего оборудования заточенного натащили и неделю в походе ни о чем не думаете. Но это ограничивает длительность, автономность, так скажем. Второй критерий, по которому разделяются ножевые стали, это отношение к ржавчине. Дело в том, что есть стали, которые подвержены коррозии, есть нержавейки. Значит, эти имеют свои плюсы и минусы, но в данном случае, кроме эстетики, у ржавеющей стали еще есть, ну, кроме того, что ржавчина при запущенном варианте наносит в ряд клинку. Ну, и плюс к этому, когда вы там основное, когда еду там режете, да, клинок, который окисляемый, который ржавеет, он дает привкус не очень приятный на еду. Поэтому, скажем так, ножи, которые ржавеют, требуют особого ухода, в том числе и в походу. В этой ситуации, ну, надо понимать, что кто как, кто в какие разные походы ходит, я предпочитаю на природе не заворачиваться абсолютно с какими-то дополнительными сложностями. Вот, и если я обслуживаю это решение, то уже на базе, а не походу, продвижение где-то на маршруте. Поэтому для меня, конечно, основной выбор здесь был это нержавейка. Вот этот нож, он действительно из нержавеющей стали, которая может там в воду, я, ну, и рыбак, я могу там рыбу почистить, еще что-то. Да, и сразу убрал в ножны, там просто там протерев рука, убрал его. И при этом ничего ему не будет, он сырой пойдет в ножны. Вот, это никаких там привкусов из-за окисления плавного продукта тоже не будет. Поэтому для меня выбор здесь критичен. Несмотря на возможные там преимущества других типов стали, та же Аус-8 популярная сталь, допустим, нержавеющая. Вот эта сталь, в данном случае, это нержавейка, которая, ну, в принципе, достаточно хороша. У меня есть вот в качестве альтернативы вот такой вот нож, тоже мне когда-то подаренный, тоже ручная работа, потом частного мастера. Но, видите, здесь я даже при том, что этот нож сейчас хорошо обработал, вернувшись на базу, там, да, и все равно видно, что он местами подвержен, уже был коррозии. Вот, потому что, ну, другой нож, совершенно для других назначений, видите, он не такой универсальный, у него совершенно другая лезвие, скорее более шкерочная ветка, им не порубишь, допустим, да. Ну, тем не менее, вот, значит, здесь был основной, был его минус, это именно подверженность коррозии. Этот нож, конечно, хороший, в каких-то местах я вот так же продолжу использовать, но универсальным он тоже не является, именно благодаря этому. Ну, и еще один критерий, конечно, о котором мы заговорили, как раз сравнивая ножи, это сама форма. Вот, видите, здесь достаточно широкое лезвие, да, оно, в принципе, идет вот как бы так под двойной изгиб, то есть при желании можно здесь и двойную заточку сделать. Вот, более того, в сертификате делается упор на то, что у него гарда отсутствует, как таковая. Вот, небольшой здесь загиб, поэтому даже если я сделаю здесь вторую заточку, он не перестанет быть кухонно-разделочным изделием. Вот, но мне это не надо, мне как бы нужна основная вот здесь вот заточка будет делать, сейчас и заточен. Значит, длина, форма, то есть вот такой нож, он универсальный, толщина. То есть, я посмотрел, когда покупал, держал в руке нож охотник 2, этой же фирмы, он всем хорош, он, в принципе, чуть поменьше, правда, это для меня не критично. Тут у него нормальная гарда была, но у него за счет толщины лезвия он не был холодным оружием, и лезвие было тонким, и оно гнулось даже, да, то есть это, скорее, разделочный нож, не универсальный, ветку там им не порубишь. Вот этим можно, и ветку зашкурить, порубить мелкий лес там, если нужно, ну, какие-нибудь небольшие там с пальцами ветки, порубить вполне себе, и разделать там дичь или рыбу совершенно спокойно. Поэтому, вот это универсальное решение, опять же, сравнивая вот с таким вот ножом, вот это вот совершенно не универсальное решение, но больше именно разделочного, сравните, что называется, два лезвия, да, вот как бы, что это такое по форме, по исполнению, по толщине там и так далее. Вот, то есть совершенно разные идут у нас решения. Подводя итог, я могу сказать, что нож, как и любое снаряжение туристическое, требует вздумчивого подхода при выборе. Мы берем вещь под нашу задачу, если вам только рыбу разделывают, то это будет совершенно другая форма. Если вам, там, наверное, филейник какой-то, да, если вам надо ветки рубить, это будет мачете. Ну, я сейчас утрирую, конечно, да, но я говорю о том, что узконаправленная вещь, если вам нужна, вы берете одно. Если вам нужна универсальная вещь, вы берете другое. Сегодня я изложил критерии выбора именно универсального ножа для тех, кого берет в поход один нож, который должен быть на все случаи жизни. Мой выбор пал вот на такой вот ножик, но понятно, что это сейчас выбор теоретический. Я сейчас могу сказать, что внешне это изделие, вот это там по качеству исполнения, оно вопросов не вызывает. И действительно, это, кажется, что это хороший нож. Но дальше покажет только практика, только эксплуатация. Вот там, допустим, сезон или хотя бы полсезона я с ним отбегаю, потом я обязательно сниму видео, где расскажу о том, насколько этот нож хороший или плох. Да, честно расскажу все его плюсы и минусы, что с ним стало после определенного количества походов, рыбалок, поездок и так далее. Вот пока что в настоящий момент это скорее такой теоретический обзор, но надеюсь, что для тех, кто покупает свой нож, особенно для тех, кто впервые это делает, кто только начинает ходить в походы или увлекаться там рыбалкой серьезно с дальними выездами, для тех это видео было полезным. Ну а с вами был Евгений Пивоваров, всем удачи и до встречи на природе.